То есть это очень просто. И по этой теме у вас есть какие-нибудь вопросы? Через антихриста? Люди, которые будут приходить через него к Богу? Вы знаете, вопрос сложный. Если он станет антихристом, то я сомневаюсь, что он будет приводить людей к Богу. А до того, как он станет антихристом, то... Ну... Но на самом деле так оно и будет. Он же не будет говорить, что он антихрист. Что он будет говорить? Он будет говорить, что я Христос. То есть и он будет их приводить ко мне. И он будет говорить, делайте, как я говорю. То есть это правильно. Потому что я Христос. Доминировать, манипулировать, контролировать. Да? Я могу вам сказать мое личное мнение. И то, что я вижу в Писании. Что церковь Христа будет во время правления антихриста. Это мое мнение. И есть на эту тему такие неплохие книги. На самом деле это очень серьезный вопрос. И на эту тему очень много спорят. Но я считаю, что если я ошибаюсь в этом вопросе, мое заблуждение, оно не опасное. То есть если я готовлю своих людей к великой скорби, и она не наступит. Как вы думаете, что-то страшное произойдет в их жизни? А если я им говорю, что в их жизни не будет никаких скорбей, никаких проблем, и они начнут сталкиваться с этими скорбями, с этими проблемами, что будет? Будет крепкое разочарование. И я вам хочу показать некоторые места Писания, которые, я думаю, говорят о том, что церковь будет во время скорби. Помните, Иисус говорит, после скорби дней тех померкнет солнце, и луна не даст света своего. То есть на наступление дня Господня. И он пошлет ангелов своих с трубой громогласной, соберут избранных его от четырех ветров. Но что должно произойти перед пришествием Иисуса Христа, перед самым пришествием? Павел говорит, что мы с вами не опередим умерших, да? То есть вначале воскреснут умершие во Христе, то есть будет первое воскресенье, а потом восхищение церкви. То есть произойдет соединение церкви, которое было в истории, с церковью последних дней. Произойдет соединение вместе со Христом. И это будет первый этап пришествия Иисуса. Второй этап – его ноги ступят на Элеонскую гору. Об этом мы будем говорить завтра. Дальше. Смотрите, что написано в Откровении. 14 глава. Мы с вами вчера читали ее. Там говорится о управлении Антихриста. И там написано, третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцами, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, и образу его, и принимающие начертания имени его. И дальше очень странное место, ну, в плане восхищения церкви. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисус. Я извиняюсь, если здесь говорится об Израиле, то при чем тут вера в Иисус? Вы понимаете, о чем я говорю? Дальше, 13 глава, то есть пришествие Антихриста, 7 стих. И дано было ему вести войну со святыми. 13 глава, 7 стих. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у агнца Закланова от создания мира. Кто имеет ухо, то слышит. Я извиняюсь, а кто вписан в книгу жизни у агнца? То есть, если церкви не будет, то что, все поклонятся? Но здесь написано, что не поклонятся те, которые будут вписаны. То есть, ну мы с вами вписаны. Поэтому у нас с вами на самом деле нет выбора. Мы не можем поклоняться зверю. То есть, тут понятно. И на эту тему есть очень хорошая книга. Вот эта книга, она называется «Восхищение церкви» просто и доступна. И здесь разобраны все вот эти вот теории о восхищении, о раннем восхищении, о позднем восхищении. И вы помните, я вам сегодня давал значение вот этого вот места, о филадельфийской церкви. То есть, я сохраню тебя в годину искушения. И вы знаете, очень интересная вещь. Я когда читал о Божьих судах в книге Откровения, вдруг у меня появилась такая мысль, что я об этом где-то читал. И я вспомнил, где я об этом читал. В книге Исход. Помните суды над Египтом? Задайте себе вопрос, а где был Израиль во времена этих судов? Наверное, уже вышел из Египта. Нет. Он был в центре Египта. И то, что мы видим в книге Откровений, и то, что мы видим в книге Исход, очень похоже. Очень похоже. Вот эту книжку у нас в церкви, они есть, и можете заказать завтра, Михайлович. Роберт Ван Кемпен. То есть, они у нас есть, их можно заказать. Завтра Михайлович даже их может привезти. Если вы захотите, вы с Валентином договоритесь, чтобы у вас в библиотеке она была. То есть, это очень такая глубокая, серьезная книга о восхищении церкви. И я думаю, что большинство ваших вопросов, они отпадут. Но и я решил вам не рассказывать о десяти царях, о великой блуднице, и обо всем, о том, о чем обычно рассказывают. То есть, та тема, о которой я решил говорить сегодня, она более важная. И она практичная. То есть, и на самом деле, не очень важно, когда Он придет, как Он придет. Очень важно то, что происходит сейчас. Иисус говорит, бодрствуйте и трезвитесь. Да? Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И День Господень придет, как тать ночью, когда не ждете. Поэтому, пожалуйста, не спите и не ожидайте, что еще там за горами, еще есть время. Когда я буду завтра говорить об Израиле, вы увидите, что сейчас уже времени на мировых часах без трех полночь. Поэтому, будьте внимательны. Еще какие вопросы есть об Антихристе? Все понятно? Хорошо. Так как тема очень интересная, мы с вами помолимся, чтобы Бог дал нам мудрость видеть его план в его Писании. Спасибо. 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 Давайте мы с вами сразу определимся в понятиях. Что такое Израиль? Израиль в Библии – это нация, которая произошла от Авраама, Исаака и Якова. Эта нация в дальнейшем названа также иудеями. И мы видим выбор, суверенный выбор Божий этой нации. Из сыновей Авраама Бог выбрал Исаака. У Авраама было два сына – Измаил и Исаак. И я вам хочу сказать еще одну вещь. Вы знаете, что слово «антисемитизм» – это не совсем правильное слово. Обычно по словам «антисемитизм» подразумевают ненависть не ко всем семитам, а к евреям. Правильно или нет? Но дело в том, что у Авраама было два сына – был Измаил и был Исаак. Но в мире не ненавидят арабов, которые произошли от Измаила, и которые также являются потомками Сима, семитами. Дальше у Исаака было два сына. Одного звали Исав, второго звали Яков. И кого выбрал Бог? Яков. И Яков получил второе имя – Израиль. И Израиль – это нация, которая произошла от Авраама, Исаака и Якова. То есть, от Авраама через Исаака, от Исаака через Якова. И здесь мы видим суверенный выбор Божий. То есть, Бог выбрал. Имя Израиль, Израильтянин, встречается в Ветхом Завете две с половиной тысячи раз. Больше, чем две с половиной тысячи раз. В Новом Завете слово «Израиль» 77 раз аналогично Ветхозаветному. То есть, точно так же, как используется в Ветхом Завете. В пяти случаях приводятся дословные Ветхозаветние цитаты. И в двух местах. В послании к римлянам, 9 глава, 6 стих. Слово «Израиль» относится к евреям, уверовавшим во Христа. В Писании слово «Израиль» никогда не относилось по отношению к Церкви. Не применялось, не использовалось по отношению к Церкви. Слово «Израиль». Понятие «духовный Израиль» появилось в середине II века. И впервые, по-моему, оно используется в учении Иустина. Иустин-мученик или Иустин-философ. В середине II века, после 135 года, после восстания Барковбы. И, по-моему, оно встречается впервые в разговоре с Трифоном Иудеем. Есть такой рассказ Иустина-мученика. И эта тема была развита такими учителями Церкви, как Ериней, Ориген и Августин. Августин очень интересный автор. Дело в том, что теология Августина, она легла в основу теологии католической Церкви. И некоторые заблуждения, которые мы видим в учении католической Церкви, они возникли из теологии Августина. Например, такие, как крещение младенцев. Это пришло из теологии Августина. Дальше доктрина очистилища. Это тоже пришло из теологии Августина. Но есть очень интересная история о том, как умирал Августин. И католики не приводят эту историю. Об этой истории я читал у Джона Бивира. И он рассказывает о том, что происходило. Дело в том, что Августин умирал в осажденном Гиппоне. Этот город был осажден варварами. И община Августина, она была рассеяна. Он был епископ Гиппона. И некоторые его ученики, они находились в этой комнате. И Августин умирал. Эта комната была наполнена необыкновенным миром в осажденном городе. То есть, ну, реальное Божье присутствие было в этой комнате. И Августин закрыл глаза, его дыхание прекратилось, и он ушел. Ну, просто состояние мира, оно просто заполнило эту комнату. И прошло несколько минут, и вдруг Августин открыл глаза и сказал, «Я видел Господа. Все, что я написал, это труха». И после этого он умер. Очень интересное свидетельство. Поэтому будьте очень внимательны в отношении того, на чем вы строите. Есть основания, которые не поколеблется. И это Слово Божье. Иисус есть, я есть альфа и омега, начало и конец. И мы можем строить только на Иисусе. И что? Это очень важно. И если бы теологи приводили высказывания Августина, я думаю, что отношение к его книгам было бы несколько осторожнее. Но Духовный Израиль, это было выведено вот этими вот учителями. Слово «Иудей» встречается в Ветхом Завете 84 раза. А в Новом Завете 192. Вы знаете, сколько слов «христианин» встречается в Новом Завете? Ну, в Ветхом Завете, естественно, ни разу. Сколько? Нет. Нет. Ну, чтобы вы не гадали, три. Три раза. В Новом Завете. И вчера, когда я вам говорил о последних днях, и об Антихристе я вам говорил, что свидетельство того, что происходит с Израилем, это свидетельство того, что мы с вами живем последние дни. То есть, о тех приметах, о которых мы говорили позавчера, многие из этих примет были на протяжении веков. Не в таком количестве, но они были. Были и войны, были и моры, был голод, землетрясение, все эти вещи были. Но не было основной примет. То, что Иисус говорит. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее. Дело в том, что на протяжении двух тысяч лет, с 70-го года, не было понятия Иудея. Было понятие Палестина, Святая Земля, но не было даже понятия Израиль. Но на сегодняшний день это все возрождено. И начиная с 48-го года мы с вами живем в последнее время. И то, что Бог делает с Израилем, это свидетельство того, что мы живем в последнее время. Возвращение евреев в их землю и восстановление государства Израиля это уникальное событие. Уникальное событие. В течение 19-ти столетий не происходило ничего подобного. И это событие является главным признаком прихода последнего времени. И вы знаете, почему Израиль принадлежит евреям? Назовите мне, пожалуйста, одну причину, почему Израиль принадлежит евреям. Почему это их земля? Аминь. То есть существует самая важная причина. Потому что Бог дал им. То есть это было его суверенное решение. Это была его часть, о которой он сказал. Это мой удел. И я даю его Израилю. То есть это было его решение. Это не был выбор людей. Это не было решение народов. Это не было решение Лиги Наций. Это было решение Творца всей Вселенной. Слово Палестина появилось в 135 году как название страны Израиль. после восстания Барковбы, когда римляне хотели стереть вообще из памяти понятие Иудея или Израиль. Слово Палестина происходит от еврейского слова Плештим. Филистимлянин. Филистимляния. Филистимия. Но на самом деле эта земля никогда не была Филистимией. Мы знаем, что Филистимия или Филистимлянами был назван кусочек земли, в котором было пять городов на побережье Средиземного моря. Но вся территория земли Израиль никогда не принадлежала Палестине. Понятно, да? То есть это появилось название в 135 году и это название дали римляне. Но в 135 году произошло еще одно событие. Вы знаете, что с карты мира исчезло название Иерусалим. Иерушалай. И появилось название Элия Капитолина. Иерусалим был полностью разрушен и на его месте был построен языческий город, который назывался Элия Капитолина. На месте храма Соломона был построен храм Зевс. Император Адриан основал полностью языческий город Элия Капитолина. Но Адриана его имя было Элий Адриан. Поэтому Элия Капитолина. Капитолийская. И евреям под страхом смерти было запрещено появляться в этом городе и на территории Израиля. И они могли приходить только раз в году в Йом-Кипур. То есть этот город был чисто языческим. Там не было евреев. Там были язычники. И Евсей Памфил пишет, что до восстания Барковбы все епископа в Израиле были из обрезанных. То есть из евреев. То есть все общины на территории Израиля до 135 года были из евреев. То есть это были мессианские общины. После 135 года, ну естественно евреи уже не могли появляться в Иерусалиме. В Иерусалиме появилась христианская община с епископом из язычников. Из неевреев. Понятно. И я хочу прочитать Еремию 30-ю главу с 3-го по 7-й стих. Еремия 30-я глава с 3-го по 7-й стих. Это очень важное место описание. И я хочу, чтобы вы увидели некоторые места в этом месте. Третий стих. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду. Обратите внимание, здесь говорится о двух народах. Мы знаем, что было два царства. Было царство Израиля или Самария, столица Самария, и Иуда со столицей в Иерусалиме. И Бог говорит, я возвращу народ мой, то есть оба царства, Израиля и Иуду. То есть Израиль это было десять колен, Иудея это было два колена. Вы помните, какие два колена было? Беньямин и Ягуда. Два колена. И Бог говорит, я верну Израиля и Иуду, мой народ. То есть Бог не разделяет их на два народа, на два царства, Он говорит, это мой народ, Израиль и Иуда. Говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И здесь есть очень важный момент. Бог говорит, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их. То есть Я дал отцам их. То есть это было Его решение. И Бог говорит, что Я приведу. То есть опять же это Его решение. И я знаю учения некоторых людей, которые говорят, что то, что сейчас происходит в Израиле, это не от Бога. есть некоторые... Я сталкивался с этими учениями и даже в мессианском движении. Я не буду называть имена, но я знаю таких людей, я не согласен с этим учением. и эти учителя говорят, что то есть та алия, которая происходит, это не от Бога, и Бог опять рассеет Израиль, а потом будет собрание. Но дело в том, что то, что я вижу в Еремии, Бог говорит, я соберу. И дальше написано, вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чеслах его, как у женщины в родах и лица у всех бледные? Здесь говорится, что это время настолько тяжелое, что мужчины не будут в муках, как рождающие женщины. То есть здесь не говорится о том, что это будет легко и безболезненно. И то, что мы видим, и то, что мы видели, и то, о чем мы слышали, оно говорит о том, что Бог возвращает свой народ. До 1948 года никто себе не мог представить, что будет страна Израиль. Но в 1948 году появилась эта нация, и это было очень тяжелое время. И если вам попадется такая книжка, есть историческая книжка, в 1948 году называется Битва за Иерусалим. Возьмите, прочитайте ее, и вы увидите, какое это было время. Битва за Иерусалим. Я не помню автора. Нет, Черчилль написал Шестидневная война. Я ее тоже читал, и я получил море удовольствия. То есть это книги, которые говорят о том, что происходит в наши дни. То есть это невероятная вещь. И здесь написано о горе велик тот день не было подобного ему. Это бедственное время для Якова. Это бедственное время. То есть когда Бог возвращает плен своего народа, что происходит? Это бедственное время для Якова. И вы знаете, что произошло во время Второй мировой войны? Холокост. Который послужил к образованию нации Израиля. Государства Израиля. То есть Холокост, он был как бы толчком, после которого появилась эта нация. И в Библии написано это бедственное время для Якова. Но он будет спасен от него. Или буквально написано он будет спасен во время него. Во время этого бедствия. И помните, я вам говорил о восхищении церкви, о филадельфийской церкви, что в греческом оригинале обозначает, что эта церковь не будет забрана во время годины искушений, она будет сохранена в годину искушения, внутри этих искушений. Точно так же Израиль будет сохранен в это время. Он пройдет через это время, и он останется Израилем. Но это бедственное время для Якова. И здесь написано, что Бог спасет их в это время. Не от этого времени, но в это время. И Израиль это как минутная стрелка на часах. И если мы смотрим на то, что происходит в Израиле, мы видим, что уже время. уже время. И сейчас я хочу с вами посмотреть определенные цели, Божьи цели для Божьего народа. И вы знаете, что у Бога есть конкретные цели для Израиля? Кто из вас знает? Знаете? А какие это цели? Ну давайте мы с вами будем смотреть. Первый Паралипоминон, 17 глава, 21 стих. Господи, нет подобного Тебе. Здесь молитва Давида. Господи, нет подобного Тебе и нет Бога. кроме Тебя по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнатием народов от лица народа Твоего, который ты избавил из Египта. Ну и запишите первое. Особенный народ. Кто подобен народу Твоему? То есть этот народ, он стоит как бы в стороне других народов. Это особенный народ. Какой народ может похвалиться тем, что Бог приходил к нему? Вы знаете, Ешуа мог родиться только в Израиле. Почему? Потому что все остальные народы были язычники. И если бы Ешуа родился среди любого народа, если бы он родился русским, он вынужден был бы стать язычником. Потому что возникала бы определенная противоречь. То есть если бы он поклонялся Богу, но не поклонялся Богам родителей, он был бы непослушен родителям. Понимаете? То есть был только один народ, среди которого мог родиться Ешуа, потому что этот народ был Божьим народом. И этот народ поклонялся Богу, который сотворил небо и землю. Единому Богу. И поэтому это особенный народ. Исход 19 глава с 5 по 6 стих. 19 глава с 5 по 6 стих. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. И вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть Бог говорит, что вы будете Моим уделом из всей земли, и вы будете царством священников. Запишите царство священников. То есть это Божий план для этого народа. То есть особенный народ, царство священников. Римлянам 3 глава. С 1 по 2 стих. Римлянам 3 глава. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Что им верено? Слово Божье. Псалом 147. 147 с 8 по 9 стихи. Он возвестил слово свое Якову, уставы свои, суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя. Что он сделал? Он верил слово свое Израилю. Он доверил свое слово. И Израиль это слуга Божьего слова. Но слуга это не господин. Вы понимаете? Евреи они не хозяева слова. Они его слуги. И они должны быть его слугами. И в Писании я знаю один очень яркий пример того, кто был слугой слова. Его зовут Шаул. Павел. И апостол Павел в послании к римлянам в первой главе с 14 по 15 стихи говорит такие слова. Римлянам первая глава с 14 по 15 и он говорит как служитель слова я должен и эллином и варваром мудрецам и невеждам и так что до меня я готов благовествовать и вам находящимся в Риме. То есть я должен я должен всем потому что я слуга этого слова. И если что до меня я готов и благовествовать вам в Риме. То есть Павел не был господином слова. Он был рабом слова. Живого слова. Он был рабом того слова которое было вверено ему. И в послании к римлянам в 9 главе 4 по 5 стихи перечисляется 7 особых благословений или почестей Израилю и плюс одна особая восьмая 7 особых почестей. Римлянам 9 4 по 5 стихи 9 глава послания к римлянам 4 5 4 5 и Павел говорит такие слова я читаю с 3 стиха Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти то есть израильтян которым принадлежат усыновления пишите первое усыновление второе слава что такое слава в библейском понимании это физическое присутствие Божье и в Библии мы читаем что когда сошла слава Господня священники они не могли стоять на служении то есть Божье присутствие оно выражалось физически и Божья шехина она пребывала среди Израиля и когда Израиль выходил из Египта они видели столб огненный и облачный днем это был облачный столб ночью это был столб огненный это было физическое Божье присутствие и это то что было среди Израиля в Иерусалимском храме пребывало Божье присутствие в Скине пребывало Божье присутствие и это принадлежало Израилю слава И заветы Какие заветы? Сколько вы знаете заветов? Сколько? Ну, основных два Ветхий и Новый, да? И кому они принадлежат? Ну, Ветхий понятно. Это то, что Бог заключил с Израилем во время исхода, да? Синайский завет. А второй завет, Новый завет. Давайте мы посмотрим послание пророка Еремию. 31 главу, 31 стих. Там говорится о Новом завете. 31, 31 Еремия. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый завет. С кем заключу? Где Иисус заключил этот завет? В Иерусалиме, да? Где Иисус умер? Где завет вступил в силу? В Израиле. То есть, и этот завет был заключен с домом Израиля и домом Иуды. И по обетованиям этого завета мы вошли в этот завет. Ну, я имею ввиду не евреев, верующих из язычников. Но этот Новый завет был заключен с домом Иуды и домом Израиля. То есть, и заветы, они принадлежали Израилю. И поэтому Ешоа пришел к Израилю. И он принес этот Новый завет. И когда он давал ученикам чашу, он говорил, сие есть Новый завет в моей крови. И сколько там было ни евреев? Ни одного. То есть, там все были евреи. То есть, и Бог заключил этот завет. Следующее. Четвертое. И законоположение. Закон. Законоположение. То есть, кому принадлежал закон? Законоположение. Тора. Тора кому принадлежал? Израилю. Пятое. И богослужение. Где было священническое богослужение? Где было место, где Бог принимал жертв? Это было единственное место на земле. Вначале это было скиния, которая пребывала среди Израиля. И потом это был Иерусалимский храм. Иерусалимский храм. То есть, Израилю принадлежало богослужение. И обетование. Обетование. Кому принадлежали? Израилю. Это их писание было. И седьмое. Их и отцы. Кто были отцы? Авраам, Исаак, Яков. И они все были евреи. То есть, это отцы Израиля. Патриархи это отцы Израиля. И двенадцать сыновей Якова, они все были израильтянами. Потому что Яков был Израиль. И его сыновья, они были сыновья Израиля. И двенадцать колен Израиля. И отцы. И восьмое. Прочитайте, что там написано. По плоти. Сущен всем Бог. Благословен во веки. Аминь. Восьмое. Благословение. Или восьмое. Обетование. Или восьмая почесть. Ишуа Хамаширих. И это число Яшуа. Вы знаете? Шестьсот шестьдесят шесть. Это число зверя. А вы знаете, что если сложить сумму букв в имени Яшуа Хамаширих, какую цифру вы получите? Нет, не восемь. Три восьмерки. Восемьсот восемьдесят восемь. Число нового начала. Ну и я хочу вам сказать еще один момент. То, что я думаю, что символизирует три шестерки. Шесть число человеческое, да? А три число Божье. Три шестерки это человек, который как бы возведен в рамках Бога. Человек, выдающий себя за Бога. И три восьмерки это число Яшуа, да? И это то, что открывает его божественную природу. Новое начало. Ну и когда Яшуа воскрес? Какой? А какой это был день недели? Первый или восьмой фактически получается. То есть семь дней закончилось и начался новый день. Совершенно новая эпоха, совершенно новое время. И новое летоисчисление. Воскресенье Ишуа. То есть восьмой день получается. То есть если так считать. Ну и все народы были идолопоклонники. И только через иудеев, только через Израиль мог прийти Мессия. И обетования у Мессии были даны кому? В первую очередь евреям. И в Иоанна 4 глава 21 стих там разговор с самарянкой. И помните, что Ишуа говорит самарянке? Спасение от кого? Спасение от иудеев. Слово спасение на иврите это Ишуа. Так что спасение вот именно оттуда. Ну и в откровении 5 глава 5, 6. То есть с 5 по 6 стих там написано о льве. Каком льве? Иуды. Лев Иуды. Иисус. И он остается львом Иуды в вечности. И мы видим его в книге Откровения львом Иуды. Корень Давидов. То есть он остается евреем. Он принадлежит к колену Иуды. И какой народ может похвастаться тем, что его история предсказана в Писании? Вся история этого народа, она была предсказана. И Бог говорит, что если кто-то говорит, что он Бог, пусть он просто расскажет о том, что будет в будущем. А мы рассмотрим и увидим, исполнится оно или не исполнится. Это написано в Исаии, по-моему, в 40 главе. Сейчас я посмотрю. Ну это точно у Исаии, но по-моему, 40 глава. Ну можете 42-ю посмотреть. Там есть место, которое говорит об этом. Но это не совсем то место, которое я хотел. Ага, я нашел, это 44-я. 42-я и 44. 42-я глава, 9-й стих. 8-й, 9-й стих. Господь говорит, я Господь, это мое имя, не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось. И новое я возвещу прежде, нежели оно произойдет. Я возвещу вам. Вам это кому? Кому Бог говорит? Он говорит Исаии, и через Исаию он говорит Израилю. И он говорит, я возвещу вам, прежде, нежели оно произойдет. И 44-я глава. Смотрите, что здесь написано. 44-я, 6-го стиха. Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его. Господь Саваоф. Я первый и я последний. Я хочу, чтобы вы отметили это. Я первый и я последний. Потому что в конце мы с вами посмотрим место из Откровения, где Иешуа говорит, я первый и я последний. И кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. О каком народе здесь говорится? Народ древний. Или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Если Бог кроме меня нет другой твердыни, никакой не знаю. То есть Бог говорит, покажите мне. И какой народ может похвалиться? Россия, Америка, Европа. Те народы, которые сейчас вроде бы играют какую-то ключевую роль в истории человечества. Но на самом деле ключевая роль в истории человечества происходит в Израиле. И вы знаете, сколько в Израиле сейчас жителей? Ну где-то около 6 миллионов. Есть страны, в которых жителей несравненно больше. И о которых вы практически не слышите. Кто из вас в новостях очень много слышал о Бразилии, об африканских странах? То есть очень редко, да? Но постоянно в каждых новостях говорят об Израиле и что там происходит. Почему? Потому что это центр мировой истории. Потому что все внимание в духовном мире обращено туда. То, что там происходит. И дьявол очень внимательно контролирует то, что там происходит. Вы знаете, что дьявол является лучшим учеников пророчеств? Он знает то, что написано в Библии намного лучше, чем многие христиане. Он знает. Он знает. И он всеми силами старается удержать вот исполнение. Почему дьявол хотел уничтожить Израиль? Потому что он знает. Он знает. И всеми силами он пытается уничтожить Израиль. Потому что он знает. И он знает, что Ишуа придет в Израиль, в Иерусалим. И его ноги ступят на Ильонской горе. И он знает, что он будет заточен на тысячу лет. Он все это знает. О чем? Но не всегда он пытается с детства уничтожить. В Библии написано, что он человека-убийца от начала. Но как вы думаете, дьявол может видеть действия Божьи в жизни определенных людей? И иногда он видит это намного более четко, чем некоторые люди. И что делает дьявол? Во что бы то ни стало, он хочет остановить эти вещи. Почему дьявол хотел убить Иисуса в Вифлееме? Потому что он знал, что написано. Почему дьявол хотел убить Авеля? Почему он через Каина убил Авеля? Потому что он слышал то, что Бог сказал. Семя жены будет поражать тебя в голову. И дьявол на протяжении всей истории преследовал это семя жены. То есть то, что произошло в одни ноя. То есть дьявол развратил человечество, потому что он знает, что семя жены будет поражать его в голову и положит конец его власти. То есть вся человеческая история, она посвящена этому. И мы должны с вами понимать некоторые духовные механизмы. И смотрите, вся история Израиля предсказана в пророчествах. Исайя 47 глава. Исайя 47 с 18 по 25. 47 глава с 18 по 25 стихи. Предсказана в пророчествах. Исайя 47. Так, извиняюсь. Я вижу. Это 45 глава. 45 с 18 по 25. Это, кстати, еще одно место о том, что я вам говорил. Смотрите. Я даже прочитаю с 17 стиха. Это очень важный стих, в ключе того, что мы говорим. Но Библия, она наполнена пророчествами о последних днях. И смотрите, что здесь написано. Израиль же будет спасен спасением вечным. Спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. То есть, наступит такой момент, когда Израиль будет спасен спасением вечным. То есть, и это говорит о том, что Израиль будет всегда. Понимаете? То есть, вас это не пугает? Вас это восхищает? И это правильно. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь и нет иного. То есть, Бог создал землю для жизни, чтобы на этой земле можно было жить. То есть, Он создал условия, необходимые для жизни. То есть, это не был большой взрыв. Это не была теория эволюции. Это то, что Бог создал. И вы знаете, если вы внимательно посмотрите факторы, необходимые для жизни, вы увидите настолько узкий спектр необходимых условий для жизни, что вы поймете, что жизнь во Вселенной – это вообще событие уникальное. Это уникальное событие. И тот диапазон, в котором возможна жизнь, он настолько узкий, что земля – это вообще уникальное творение. И Бог говорит, Он создал ее пригодной для жизни. То есть, все, что мы видим и что нас окружает – это Его творение. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Якова – напрасно ищите меня. Бог не говорил им – напрасно ищите меня. Ищите меня, вы найдете меня. То есть, я не прячусь. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. То есть, не наука открывает истину, не история открывает истину. Господь открывает истину. Он изрекает правду. Его слова, они приносят праведность. Его слова приносят правду, а не газета «Правда». Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола. И молятся Богу, который не спасает. Объявить и скажите, посоветовавшись между собой. Кто возвестил это из древних времен? Наперед сказал это. «Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены. Все концы земли. Ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь. И из уст моих исходит правда, слово неизменное. «Что предо мной преклонится всякое колено, и мной будет клясся всякий язык». Перед кем преклонится всякое колено? А вы помните его имя? То, что написано в Новом Завете. «Пред именем Ешо преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». И здесь Господь говорит, «Предо мной». Кто это говорит? Это Ешо говорит. «Предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет клясся мной. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева». Кем? «Будет и оправдано, и прославлено». Бытие, 15 глава, 14 стих. Здесь есть несколько пророчеств, которые Господь давал Аврааму. Первое пророчество. Бытие, 15 глава, 14 стих. 15-14. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него». А, я извиняюсь, это 13-14. Авраам услышал, что сродник его взят в плен. А, опять, извините, это 14 глава. 15 глава. С 13 стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Знать, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет». 400 лет. 400 лет. То есть, Господь сказал Аврааму, «что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». Дальше. «И поработят их и будут угнетать их 400 лет». Вы помните, что произошло в жизни Якова? Сколько человек с ним пришли в Египет? Сколько? То есть, и они были пришельцами, да? А потом что с ними произошло? Их поработили, их сделали рабами, да? И угнетали их 400 лет. Ну, там чуть больше получилось. То есть, ну, когда прошло 400 лет, Бог сказал Моисею, что пришло время. Ну, Моисею понадобилось время для подготовки. Вначале он совершил исход в одиночку, а потом вернулся, забрал всех остальных. То есть, порабощение в Египте, вначале они были пришельцами, а потом они были порабощены и угнетаемы 400 лет. Когда это было? Когда Бог об этом сказал? То есть, не было еще Исаака, не было Якова, не было Иосифа, то есть, никого из них не было. Иосиф был правнук Авраама. Но Бог предсказал это. И смотрите, что Бог дальше говорит Аврааму. «Но я произведу суд», 14 стих. «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Первое – порабощение в Египте. Второе – освобождение с богатством. Исход. И за сколько лет до этого Бог предсказал это? Ну, 400 лет они были в Египте, и еще не было Исаака, не было Якова, не было Иосифа, да? Ну, там больше, чем 100 получается. То есть, Аврааму было где-то 100 лет, когда он получал эти откровения. И Авраам прожил сколько лет? 180, да? Или 160, или 180, я точно не помню. То есть, Исаак родился приблизительно когда Авраама было 100 лет. То есть, прошло 60 лет Исаака, потом родился Яков и так далее. То есть, это было где-то лет за 600 до того, как это произошло. То есть, Бог за 600 лет до Исхода сказал об Исходе, да? Дальше, третье. Третье. Перерыв. Тихи. В этот день заключил Господь завет Савраамов, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрат. Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Ивусеев». И что Бог сказал Аврааму? «Потомству Твоему даю я землю». И обратите внимание, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат. Ну, если вы посмотрите карту, вы увидите, что это совсем не та территория, которая сейчас владеет Израиль. но вся эта территория будет принадлежать Израилю до реки Ефрат. То есть, это та земля, которую Бог дал Аврааму и потомству. И третье – это владение землей Ханана. То есть, Бог, он дал потомству Авраама. То есть, это потомственный удел. И здесь не встает вопрос, кому принадлежит эта земля. Эта земля принадлежит потомству Авраама. Какому потомству? Потомству, которое будет находиться в Египте и которое выйдет из Египта со всем богатством. То есть, и Израилю. Дальше. Четвертое. Второзаконие, 33 глава. Второзаконие, 33 глава. Там уже говорит Моисей. 33 глава. С 15 стиха по 21. С 15 по 21. И это слова песни Моисея. Пророческая песня. Кстати, можете отметить себе 11 стих. Это очень важный стих. Я потом скажу, что здесь сказано. Здесь используется то же самое слово, которое используется в бытие. 1 глава, 2 стих. Там, где говорится о Духе Божьем, который носился над водой. И это слово в себе здесь написано. Как орел вызывает гнездо свое, носится над тиццами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Вот это слово носит их на перьях, это то же самое слово, которое используется в бытие. 2 глава. И это слово имеет в себе три времени. Прошлое, настоящее, будущее. В бытие 1 глава, 2 стих. Дух Божий носился над водой. Дальше. С 15 стиха. Утучнил Израиль и стал упрям. Утучнил, отолстел, разжирел и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и от которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел в негодование пренебрег сынов твоих и дочерей твоих и сказал, сокрой лицо мое от них и увижу, какой конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. То есть, здесь говорится об идолопоклонстве. И здесь говорится о том, что Израиль будет предаваться идолопоклонству. народ еще не вошел в землю обетованную, но Моисей говорит, что он утучнеет, он разжиреет и он будет предаваться идолопоклонству в земле Ханана. Это четвертое. Пятое. Второзаконие двенадцатая глава. Двенадцатая глава. Двенадцатая глава второзакония с пятого по шестой стих. И там говорится, но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени его там, обращайтесь и туда приходите. И приносите всесожжение вашей, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольное приношение вашей первенцев крупного скота вашего и мелкого скота. И ешьте там пред Господом Богом вашим. И здесь говорится о том, что будет центр поклонения в Иерусалиме. Центр поклонения. Место, которое изберет Господь. И посмотрите Псалом 131 с 13 по 14 стихи. 131 Псалом. С 13 по 14. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Что Бог возжелал? Сион. То есть, это гора в Иерусалиме. И я думаю, что Иисус будет жить на Сионе во время тысячелетнего царства. Я верю, что будет тысячелетнее царство. И я думаю, что я вижу основание в Писании. И я верю, что во время этого тысячелетнего царства Иишуа, как царь царей, как Господь всей земли будет жить в Иерусалиме на Сионе. Это то, что я вижу в Писании. Есть теория, что мы живем во времена тысячелетнего царства. Это была тоже теория Августина, и он говорил, что наступила эпоха церкви, и сатана уже заточен на тысячу лет. Ну и кто-то из теологов сказал, что если сатана посажен на цепь, то это очень длинная цепь. Но мы с вами видим, что со времен Августина прошло уже не тысячи лет, а уже больше, чем полторы тысячи лет, но мы не видим того, что написано в Библии. И я верю, что наступит тысячелетнее царство, когда Господь будет жить в Иерусалиме и править всей землею. То есть это будет лето Господне благоприятное. Это будет вот это тысячелетие, субботнее тысячелетие, когда земля будет покоиться от войн, пребывать в мире, наслаждаться мессианским царством на земле. Записали. Центр поклонения в Иерусалиме. Шестое. Ассирийское пленение. Ассирийское пленение. Это пророк Амос. Амос 5 глава 27 стих. Шестая глава 14 стих. И седьмая 17. Ну и там написано 5.27. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему. Ну там написано вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана. Изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас в Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему. Ну и в шестой главе написано 14 стих. Вот вот я, говорит Господь, Бог Саваоф, воздвигну народ против вас дом Израилевых и буду теснить вас от входа в Имав до потока в пустыне. Ну и седьмая глава 17 стих написано за это вот что говорит Господь, жена твоя будет обесчищена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля будет разделена межевой ветвью и ты умрешь в земле нечистой и Израиль непременно выведен будешь из земли своей. Ну и это говорится об ассирийском пленении. Следующее вавилонское пленение 7 7 вавилонское пленение это Еремия 16 глава 13 стих Еремия 16 глава 13 стих 16 16-13 за это выброшу вас из земли сей в землю которую не знали ни вы ни отцы ваши и там будете служить иным богам день и ночь ибо я не окажу вам милосердия и дальше Еремия 21 10 21 10 ибо я обратил лицо мое против города сего говорит Господь на зло а не на добро и он будет предан в руки царя вавилонского и тот сожжет его огнем то есть вавилонское пленение дальше разрушение первого храма храма Соломона это второе паралемпоминон 7 глава с 19 по 20 стих 7 глава с 19 по 20 да это 8 разрушение первого храма и здесь написано если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои которые я отдал вам и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им то я истреблю Израиля с лица земли моей которую дал им и храм сей который я осветил имени моему отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов и о храме всем высоком всякий проходящий мимо ужаснется и скажет за что поступил так господь с землей с храмом сим и скажут за то что они оставили господа бога отцов своих который вывел их из земли египетской и прилепились к богам иным поклонялись им и служили им за это он навел на них это бедствие здесь говорится о разрушении первого храма и увидят и будут говорить то есть бог говорит если но это произойдет то есть увидят и будут говорить дальше возвращение из Вавилона это книга пророка Исай 6 глава книга пророка Исай 6 глава Ну и там написано надолго ли Господи Он сказал доколе не опустеет города останутся без жителей и домы без людей и доколе земля это совсем не опустеет и удалит Господь людей и великое запустение будет на этой земле и если еще останется десятая часть на ней и возвратится и она опять будет разорена но как от Теринфа и как от Дуба когда они срублены остается корень так и святое семя будет корнем ее ну и Он говорит то есть пока места земля не будет полностью опустошена и потом опять вернется остаток а и 6 с 11 по 13 и Исай 48 28 48 48 28 сейчас я извиняюсь это немножко другое место я думаю что мы сделаем проще в книге пророка Даниила 9 глава 2 стих и Еремия 25 12 и там написано и будет когда исполнится 70 лет накажу царя Вавилонского и тот народ говорит Господь за их нечесть я землю халдейскую сделаю вечной пустыней и дальше и дальше 13 стих 12 13 то есть а Еремия 25 то есть там говорится о 70 годах и возвращении из Вавилона дальше 10 Матфея 24 глава с 33 по 34 стих и Луки 19 глава 43 по 44 стих разрушение храма Ирода или разрушение второго храма Лука 19 43 44 24 33 34 разрушение второго храма дальше 11 рассеяние среди всех народов рассеяние среди всех народов да 10 10 это разрушение второго храма 11 рассеяние среди всех народов это 11 возвращение из Вавилона рассеяние среди всех народов Леви 26 глава с 33 по 34 стих Языкиль 12 глава 15 стих 12 15 Леви Леви Языкиль Ну и в этом же ключе говорит 28 глава второзакония 12 12 преследование и притеснение Леви 26 глава с 36 по 39 стих преследование и притеснение преследование преследование и притеснение это 12 Леви 26 глава с 36 по 39 стих и второзакония и второзакония глава с 15 и до конца там перечисляется проклятие если они не будут исполнять заповеди второзакония 28 с 15 если вы прочитаете иудейскую войну Иосифа вы увидите что пророчество Моисеева во второзаконии 28 главе исполнилось буквально и во второзаконии 28 глава там написано что женщина изнеженная не ступавшая ногой на землю в осаде и в стеснении будет есть плод чрева своего ну и в книге иудейская война Иосиф Лави просто описывает ситуацию когда одна очень богатая женщина в осаде съела своего ребенка то есть буквально исполнение пророчества Моисея то есть до мельчайших деталей 13 12 преследование и притеснение 13 собрание заново из всех народов собрание заново из всех народов из всех народов это Исаия 11 глава с 11 по 12 стих Захария 10 глава с 9 по 10 стих да 10 глава Захарии с 9 по 10 стих Языки 37 с 1 по 14 10 И на сегодняшний день уже в Израиле собраны евреи больше чем со 100 народностей больше чем 100 народностей И вы знаете сколько только из бывшего Советского Союза в Израиле евреев больше миллиона больше миллиона то есть о чем это говорит это говорит что уже времени совсем мало и исполнилось 81 процент всех пророчеств об Израиле 81 осталось 3 основных направления которые должны исполниться 3 основных пророчества все народы против Иерусалима это 14 это то что осталось для исполнения все народы против Иерусалима Захария 12 глава со 2 по 3 стихи Захария 12 глава 2 по 3 стихи Захария 12 глава и Захария 14 глава 1 по 2 стихи и я думаю что книга пророка Захарии это ключевая книга в событиях последнего времени которые касаются Израиля и если вы хотите понять то что будет происходить и то что происходит в Израиле внимательно просмотрите книгу пророка Захарии внимательно то есть эта книга она ну удивительная с точностью своих пророчеств и ну вообще в Библии все книги удивительные с точностью пророчеств но здесь просто такие детали которые просто поражают своей точностью 14 глава с 1 по 2 и давайте мы откроем пророка Захарию 12 глава со 2 по 3 стихи вот я сделаю Иерусалим чашей иступления для всех окрестных народов а также для Иуды во время осада Иерусалима и будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен все которые будут поднимать его надорвут себя и соберутся против него все народы земли очень интересное пророчество и вы знаете на самом деле здесь два пророчества одно пророчество которое относится к 48 году вот этот второй стих я сделаю Иерусалим чашей иступления для всех окрестных народов чашей иступления для всех окрестных народов и очень важно посмотрите первый стих пророческое слово Господа об Израиле Господь образовавший небо и основавший землю и образовавший дух человека внутри его говорит и в первом стихе здесь говорится о двух очень важных вещах первое Бог Он является создателем неба и земли и Он говорит Я создатель неба и земли и второе Я образовавший дух внутри человек то есть Я знаю что происходит на небе и на земле и Я знаю что происходит в каждом человеке потому что Я образовал дух человека Я все контролирую ну запишите еще Евреям 4 глава с 12 по 13 стих ибо слово Божье живо и действенное и острее всякого меча обоюда острова оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышление и намерение сердечное 13 стих и нет твари сокровенной от него но все обнажено и открыто предачами его ему дадим отчет то есть он все видит и он все контролирует понимаете да нету ни одного творения которое было бы сокрыто от него как вы думаете Бог знает где находится Бен-Ладен 100% и он все контролирует все что происходит как вы думаете Бог знает где находятся все евреи даже если они не знают что они евреи Бог все равно знает где они из какого колена они и когда они будут на своем месте то есть он все контролирует и второй стих вот я сделаю Иерусалим чашей иступления для всех окрестных народов чаша иступления на еврите есть немножко другой перевод чаша опьянения то есть кто начинает пить из этой чаши он теряет разум и теряет контроль то есть и вот это то что происходило в 48 году все вот эти арабские народы которые окружали Израиль они сразу же с момента организации и объявления государства Израиль начали войну и потерпели сокрушительное поражение и Иерусалим был разделен на две части одна часть принадлежала Иордании одна часть принадлежала Израилю и в 67 году во время шестидневной войны Иордания только объявила войну Израиль и тут же потеряла Иерусалим и все народы то есть все окрестные народы они как бы пьют из этой чаши и они хотят получить этот город ну например палестинцы они хотят объявить независимое государство Палестина со столицей в Иерусалиме Израиль объявил Иерусалим неделимой столицей государства Израиль и во втором стихе мы читаем о всех окрестных народах в третьем стихе мы читаем и будет в тот день сделай Иерусалим тяжелым камнем для всех племен все которые будут поднимать его надорвут себя соберутся против него все народы земли но вы знаете что сейчас вот эту вот проблему которая возникает пытаются решить все и Россия предлагает свои услуги и Украина предлагает свои услуги но туда лучше не соваться камень слишком тяжелый чтобы его поднимать то есть кто будет поднимать тот себя надорвет ну и вы можете посмотреть очень яркий и очень серьезный пример Англия вы знаете что в начале 20 века Англия была мировая держава которая ну определяла мировую политику это была империя которая власть которая распространялась практически по всему миру Англия прошла две мировых войны она вышла победительницей из первой мировой войны и она вышла победительницей из второй мировой войны но после 48 года после того как Англия сыграла очень неблаговидную роль в организации государства Израиль в Англии начались серьезные проблемы и все ее колонии разошлись и практически Англия осталась без колонии и Англия сейчас не оказывает такого влияния на мир и на мировую политику как она оказывала до 48 года то есть Иерусалим оказался тем камнем который подорвал Англию то есть очень интересно ну Америка это Америка это отдельный разговор так дальше ну и все народы они еще не поднялись вокруг Иерусалима второй стих он исполнился и Иерусалим был чашей иступления и для Иуды в 48 году иудеи предприняли отчаянные попытки захватить Иерусалим но это не удалось это удалось только в 67 году но это удалось то есть и на сегодняшний день Иерусалим столица Израиля и так далее 15 сверхъестественное откровение Мессии и это написано Захария 12 глава 10-14 стих да это второе пророчество которое еще не исполнилось сверхъестественное откровение Мессии Захария 12 глава с 10-го по 14-й стих записали смотрите что здесь написано она дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления и они возряд на него которого пронзили и будут рыдать о нем как рыдают об единородном сыне и скорбеть как скорбят о первенце вы знаете здесь очень неправильный перевод я хочу чтобы вы прочитали первый стих о чем здесь написано пророческое слово Господа об Израиле то есть это слова говорит Господь понимаете да теперь смотрите в 10-м стихе а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления кто это говорит кто может излить дух благодати и умиления только Господь который говорит в первом стихе и здесь стоит слово Яхве или тетраграмматон четырехбуквенное имя Господь и в оригинале ну и можете проверить в английском переводе здесь стоит узряд не на него а на меня которого пронзили возряд на меня которого пронзили и будут рыдать о мне как рыдают о первородном и в Израиле будет вот этот вот плач когда вся нация будет рыдать о нем они увидят его и они скажут так так это ты в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме как плач Гададримонов в долине Мегидонской это когда царь Йосия погиб в долине Мегидо когда весь вся нация оплакивала этого праведного царя и будет рыдать земля каждое племя особо племя дома Давидова особо жены их особо племя дома Нафанова особо и жены их особо племя дома Левиена особо и жены их особо племя Симеонова особо и жены их особо все остальные племена каждое племя особо и жены их особо то есть это будет личное откровение Мессии всему Израилю и весь этот народ будет рыдать глядя на то что их Мессия, это тот Мессия, который был распят две тысячи лет назад. И это будет личное откровение Мессии всему Израилю. И шестнадцатая Мессия приходит во славе. Это книга пророка Захарии, 14 глава. 14 глава, с 3 по 5 стихи. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним. Кто придет?